Называли меня КГБшником. На пальцы объясни ему, туда не ходи, снег, как глава упадет, сюда ходи. Украл, отрубили руку. Пролюдя не сделал, палками, камнями закидали. Жесткое, сердезное джентльменов. В свои дни этот человек закончил в организации Эдуарда Лимонова. Что сделал ты для того, чтобы он узнал о Боге? Да по большому счету ничего. Проповеди Абдурахмана Судейса 90-х годов отличаются от проповеди Абдурахмана Судейса 2017. Ты таким становишься по факту. Даже если ты это не признаешь по сути. О личности Ибн Таймии говорят, есть только попугаи. Слышал звон, не зная, где он. Считают, что Ибн Таймии был а-ля Тарика, Суфия. Да вы что? Естественно. Мамун разделял убеждения кадаритов, и вся элита молчала. Куллю хизбим бималя дейхим фарихон. Поэтому я говорил, а Бог Анифаси да прав. Бисмиллахи ррахмани ррахим. Ас-саляму алейкум, уважаемые зрители канала Аль-Кифая. Сегодня мы находимся в здании Московского Исламского Института. В гостях у Дамира Баисовича Мухеддинова. Ас-саляму алейкум. Ас-саляму алейкум. Алейкум ас-саляму. Мусульман Российской Федерации или, проще говоря, зама муфти СМР Равеля Гайнуддина. Вы также занимаетесь еще и другой деятельностью. Являетесь главным редактором множества печатных изданий, интернет-порталов, как Ислам.РФ.РУ, Ислам.СНГ и тому подобное. И помимо этого еще занимаетесь общественной деятельностью. Как вам удается все это успевать? Известная фраза в кинофильме «Собачье сердце», когда я его спросил. И как вы, профессор, всюду успеваете? Успевает всюду тот, кто никуда не торопится. Вот это внутреннее спокойствие, оно дает возможность сосредоточиться на всех основных проектах. И создать такой вид управления, модель управления, которое позволяет, находясь постоянно в полетах, дистанционно управлять огромными организациями, подразделениями, заниматься научной и общественной деятельностью. Поэтому это, конечно, прежде всего труд большой, огромной команды, команды профессионалов, которые имеют хорошее и религиозное, и светское образование. И, конечно, координация деятельности. Ну, наверное, конечно, не обошлось без того огромного опыта, которое в течение 25 лет удалось собрать, накопить, подытожить, осмыслить. И этим опытом просто я стараюсь делиться своими подчиненными, своими коллегами, друзьями и формировать новые общины, приходы, структуры и осваивать новые-новые проекты, которые были полезны для нашей умы. Согласитесь, ну, не каждый человек может успевать то, что успеваете вы. Может, на это как-то повлияло воспитание родителей, какой-то особый подход? Ну, наверное, каждый человек уже изначально рождается с той предназначенной миссией, которую Аллах предопределил. И, как в одном из хадисов Пророка, алейхиссалям, говорит, что мы облегчили человека то, ради чего он был произведен на этот свет, на свет Божий. И поэтому на каждом из нас, у каждого из нас есть своеобразная миссия, которую нас Бог поворачивает и пытается постоянно, чтобы мы вот эту миссию, эту роль, задачу выполнили. Для меня, конечно, важно воспитание, что та семья, мое детство прошло, формировалось, конечно, в советском обществе с очень активной, яркой мамой, которая совмещала и обязанности как родительницы, как мамы, воспитывая детей, и человека, который занимался бизнесом, что в советское время называлось спекуляцией. А на самом деле это огромный труд, когда ты производишь материальные ценности, не просто перепродаешь что-либо, а своими руками шьешь, изготавливаешь, делаешь и вносишь свой посильный вклад. И вот такая активная жизненная позиция моей мамы, так как мой папа умер очень рано, будучи я еще был ребенком, она задала некий тон, что надо быть активным, нужно стараться всюду успевать, нужно заниматься и попробовать себя в разных направлениях деятельности, и тогда это будет успешно и продуктивно. Хорошо, а вы сами из религиозной семьи? Нет, моя семья светская, но так получилось, что с самого детства у меня были религиозные наставники. Причем первым религиозным наставником была православная женщина, баба Маша, которая жила двумя этажами ниже нас, и оставляя в рабочее время после школы, после занятий у этой бабы Маши, она в советское тяжелое атеистическое время всегда говорила о Библии, говорила о Боге. И поэтому первое мое знакомство со священными текстами было именно с текстом Библии, Ветхим и Новым Заветом, когда под ее руководством, под ее наставничеством мы читали те или иные библейские рассказы в ее толковании и комментарии. Но до такой степени человек был очень культурный, порядочный. Она всегда в мое сознание говорила, Бог один, но к нему идут разные дороги. Вот ты, говорит, мусульманин, у тебя своя дорога, ты должен по-своему научиться молиться, по-своему должен почитать Бога, но главное, чтобы в твоей душе был Бог. И поэтому вот в тот момент светского атеистического общества, когда о Боге вообще в принципе не говорили, кроме как во время ритуалов, обрядов, поминая покойных, во время очередной годовщины или сорокового дня, когда приходил имам или вот эти отрывочные эпизоды Курбан-Байрама, Ураза-Байрама, у меня была возможность в ежедневном формате говорить с Богом, общаться с религиозным набожным человеком. О дальнейшем такая же другая уже бабушка Найма Абустай, которая является потомственной дочерью репрессированного имама, уже научила и арабскому языку, и намазу, и всем основам нашей славной религии. Поэтому вот эти две религиозных женщины, православные женщины, мусульманка, и дали мне тот фундамент религиозного образования, с которым, наверное, я и до сегодняшнего дня развиваюсь. Хорошо, Хазрат, но вас воспитывала бабушка-христианка, семья была нерелигиозной, на вас, опять же, если верить в Википедию, возлагались огромные надежды, поступление в МГИМО, какая-то общественная деятельность, и вы вдруг решаете поехать в Саудовскую Аравию получать знания. Как так получилось? Вообще, как отнеслись к этому вашему решению? Ну, конечно, наверное, Википедия не тот орган, которому стоит всецело доверять, хотя не без доли правды, в том плане, что действительно, конечно, моя мама, ее окружение, тех бизнесменов, советских бизнесменов, они хотели бы, чтобы я продолжил именно это направление деятельности, продолжил традиции семьи в бизнесе, получил хорошее образование в Москве, прежде всего, в каком-нибудь, именно в МГИМО или в экономическом университете, и занимался профессионально, серьезно, фундаментально бизнесом. Но вот мое религиозное сознание, оно до такой степени было очень глубоким, что, например, мое изучение арабского языка, как ни странно, началось до знакомства вообще с мусульманами. Я знал, что у моих азербайджанских друзей и соседей есть большая советская энциклопедия. И в сознании ребенка, 13-летнего ребенка, была фраза, что в большой советской энциклопедии есть информация обо всем. И, конечно, я нашел графу «Арабский язык», положил копирку и скопировал 28 арабских букв. Вот таким образом через большую советскую энциклопедию произошло мое знакомство с арабским языком. А в 91-м году, когда только в Нижнем Новгороде открыли Нижегородскую соборную мечеть, мои родственники взяли меня, будучи ребенком, конечно, на праздник или Курбан-Байрам, или Ураза-Байрам, пока я не могу это вспомнить, идентифицировать. И вот, выходя из мечети, раздавали одну маленькую такую бумажку, где на ней была написана сура Аль-Фатиха, и была дана транскрипция этой суры и перевод. И вот с этой сурой Фатихой я с этой ночи так сроднился, что ни одна моя ночь не проходила без осмысленного чтения суры Аль-Фатихи на арабский язык и ее переводе на русский язык. И каждый раз, когда в русском переводе я доходил до слов «Игдина сурат и мастакым» – «Аллах, покажи нам прямой путь, укажи прямой путь». Я из раза в раз, из ночи в ночь повторял эту фразу. «Аллах, направь меня на правильный путь, укажи мне правильный путь». И все остальное происходило чисто случайно. Случайно внутреннее желание соблюдать пост. Я помню первые мои дни соблюдения поста, когда родители смеялись, они не понимали, почему я не ем, не пью, объясняя, что нельзя просто так держать пост. Есть какие-то элементы, части обряда, что нужно соблюдать и это, и то, и другое. Вот я для себя принял решение, что я не ем. До тех пор, пока не оказалась теща моего старшего брата, пригласив меня на стол, пойдем попьем чаю. Я сказал, что я не пью, я пащусь. Она тоже улыбнулась, говорит, ну ничего, у нас есть рядышком татарская, мусульманская бабушка, вот тебя-то она и научит. И вот это у меня была как раз моя, та известная встреча с мусульманской наставницей, которая объяснила, что такое неяд, как правильно пост совершать, понятие имсака, понятие сухура и так далее. И именно вот эта семья Хусаиновых, она огромную работу в советское время проводила по распространению ислама. Печатая, это был целый подпольный сам издат. Когда она, советская мусульманка, диктовала своей дочери транскрипцию арабских сур, она набирала через копирку на машинке, и вот эти книжки, сам издатовские, мы получали в 91-92 годах, как первые книги. Конечно, это были книги, прежде всего, по намазу. Тахия, целоват, все необходимые моменты. Конечно, мы их проглатывали в течение суток, мы заучивали все с огромным желанием, быстро становились намаз, становились активными, практикующими мусульманами. И второй очень важный момент, так как семья была очень интеллигентной, у них помимо работ мусульманских классиков, это, конечно же, Ибадат Исламии на татарском языке, перевод Крачковского, Соблукова, как сейчас помню, были некоторые книги по исламу. Среди них оказалась работа Массе, Ислам. Это известный французский исламовед, и на сегодняшний день я до сих пор считаю, что это одна из самых фундаментальных работ, и были другие работы. Но так как эти книги не выдавались, ибо они были в считанном количестве, в единичном экземпляре, мне их давали на несколько дней. И так как пока у меня еще не было в первые дни печатной машинки своей, потом я убедил свою маму купить печатную машинку, чтобы таким же образом распространять первую исламскую литературу в воскресной школе и в Медресе, я от руки переписывал эти книги. Поэтому до сих пор сохранились вот эти стопы тетрадей, переписанные работы перевода Виталия Вячеславовича Наумкина, Ихьяу Алюмаддин, Воскрешение религиозных наук, Аль-Газалия, работа перевода с французского Ислама Массе, и других авторов. Поэтому вот это широкое знакомство Ислама через мусульманскую традицию мусульманских теологов и, с другой стороны, исламовический подход изначально, с самого раннего момента предопределило, что я занимался не только теологией, а всегда увлекался именно востоковедом. Ну и, конечно, я считаю, что очень важным поворотным моментом было то, что в советское время созданную макулатуру можно было приобрести литературу. В тот момент был в ходу Ян, его трилогия Чингисхан, Батык, Последнему морю, и поэтому вот эта трилогия, понимая, что ты татарин, у тебя огромная культура, я влюбился в эту работу, и в дальнейшем уже был Гумилев, был Вернацкий, были другие евразийцы, но вот эти направления, фундаментальные такие, якорные направления, ислам, исламоведение, тюркология, это вот то, что формировало меня как молодого человека. Но еще очень важный момент, хочу обратить внимание слушателей, это школьная среда. Дело в том, что после девятого класса нас разделили, троечников, двоечников отправили в одно направление, в один класс, это как правильно, это 90% оказались юноши, а наш класс разделили, мы были буквально двое молодых людей, и большинство нашего класса были явные евреи с еврейскими фамилиями, или те, которые считали, что они не евреи, но с еврейской внешностью. И, конечно, меня уже поразило в тот момент, что вот эта половина молодого еврейства, оно все в литературе. Мы обсуждали на переменах Кавку, осуждали иудейские предания, еврейские предания, обсуждали испанскую балладу Леона Фихтвангера, то есть такую литературу, которую, ну, явно не читают в 10-м, в 11-м классе, а читают в университетской, поэтому это были евреи. Я всегда своим студентам говорю, вы знаете, что такое еврейское счастье? Это когда, будучи ребенком 15-16 лет, ты читаешь такие огромные фолианты, читаешь книгу за книгой, Ницше и Гегеля, других авторов, учишь наизусть, Мандельштама, Бродского и других, или играешь на скрипке, в то время как другие русские иные дети бегают в дворе, плюются с трубкой, гоняют в велосипеде. Но потом уже они работают в банках, банкирами, а ты работаешь у них водителем или еще кем-то-либо. А вы восхищаете время. Это называется еврейское счастье. О них Аллах восхищается. «Ва фаддальнахум аляля алямин» «Мы превознесли вас над мирами» «Ва фабашарнаху бигулямин алим» Так известил Аллах о рождении Исхака, а говоря об Исмаиле, «Бигулямин халим» «Кротким ребенком» и «Алим» «Умным ребенком». Поэтому еврейской нации невозможно, конечно, не восхищаться. Она дала пророков, она дала такое мощное, важное направление монотеизма, единобожия. Поэтому они, конечно, были учителями человечества в определенный момент. Давайте вернемся к Саудовской Аравии. Вы говорили о том, что вы делали постоянно дуа, в котором просили Аллаха указать верный путь. Верно. То, что он вас привел к Саудовской Аравии. Саудовская Аравия была случайно. Случайно? До Саудовской Аравии была осознана Башкортостан. Здесь я благодарен своему наставнику Умар Хадрату Идрисову, настоятелю нашей соборной мечети, который активный, молодой имам всячески считал главным вопросом это подготовить молодое поколение имамов. Понимая, что его окружают старики, старые мусульмане, мусульмане неактивные, и он вцеплялся в каждого молодого человека с горящими глазами, кто готов был приходить на мечеть. А ведь это был вопрос единственный. Я был единственным ребенком, который в 93-м году посещал пятничные молитвы. У нас был второй юный мусульманин Рустам Батров, но он жил далеко на автозаводе, и он был младше меня. А я, вопреки школьному расписанию, так как был старостой в классе, считал, что имею моральное право прогулять пару уроков ради джумаа. Для этого я объяснил и воспитателям в школе, на уровне и классного руководителя, и директору школы, что есть понятие святой джумаа, и я не могу ее пропустить, поэтому я вынужден пропускать уроки, и я надеюсь, что вы меня поймете. Так как я был хорошим по успеваемости студентом, учеником, мне такие моменты прощали, хотя это явно неуставные положения, это нарушение устава школы. Потом я регулярно от джума к джума ходил, посещал пьяничную молитву и был таким активным молодым прихожанином, который сначала читал Кур'ан после намаза, потом читал Азан, потом уже проводил молитвы, потом влился в воскресную школу. И потом, Мархазрат, узнав у своего коллеги, однокурсника, Усмана Хазрата Исхакова, будущего муфтия Татарстана на тот момент, что есть крупные учебные заведения, лучшие на тот момент в Российской Федерации, Нурль Ислам в Башкортостане, город Октябрьский, направил именно учиться меня туда. А попутно арабы проводили у нас разные летние курсы, я заполнил анкету без осознания, без какого-то внутреннего желания, без какого-то такого фанатизма, что я хочу именно в Мекку поехать учиться, ибо я поехал учиться в Башкортостан. И только волей судьбы мой внутренний конфликт в Медресе в Башкортостане привел меня к тому, что я оказался учащимся студентом Арабского Института Арабского языка Умалькура, Университет Умалькура, Мекки. Ну, то есть, вы не находите связи между вашей этой просьбой Всевышним, чтобы он вас направил прямым путем? Я не смогу не найти, ибо пути Господни неисповедимы. Это только Всевышний Аллах знает самое лучшее место для нас. И то, что я попал именно в Мекканский университет, а не в Мединский, я считаю, это большая нерва, потому что Мединский университет не передает всех тех реалиях, которые есть в той же Саудовской Аравии. Только в Саудовской Аравии, только в Мекке можно встретить водителей, водителей, таксистов, которые тебе признаются, что они всю жизнь прожили в Мекке 50-60 лет и ни разу в глаза не видели Каабу. И когда ты, будучи студентом Исламского института, ребенком 18-19-летним видишь Мекканца, который в твоем понимании это ангел, который только-только спустился с небес, и он тебе откровенно признается, что он в глаза Каабу не видел, и ты видишь по их охляку, по их внутреннюю миру, что это те Куфар Макка, о котором говорил священный Кур'ан, который изничтожал, мучил пророка Мухаммада, алейхиссалям, который вынужден был совершить хиджру, миграцию, ты понимаешь, что это за особый вид людей, в этом месте, в котором ничего не растет, и особый черствый народ, которому Ислам еще не проник далеко в сердце. Вроде бы формально он Ислам есть, а по сути его нету, потому что в Медине совершенно другое общество, другие люди, другой характер, другой менталитет, другие студенты Исламского вуза. На чем они отличаются? Мекка, она суровая, ее суровый климат, вот это горы, он накладывает, вот отсутствует эта лютв, мягкости, кроткости. Мекканцы, они дерзкие, они туджар, они настоящие туджар-уддин, торговцы религии, как использует Резаф Ахреддин часто в своих словах, когда знаешь, что тебе во время хаджа нужно проехать расстояние в 500 метров и пользуясь тем, что ты хаджи, который не знает дорогу, тебе заряжают цену в несколько сот долларов и при этом делают глаза Марии Магдалины, что вроде бы ничего не произошло. И спрашивают, а где же все ухуа, что хадж, монасик, аль-хадж, братство, все сыпется на твоих глазах. Торговля и ничего, кроме торговли. И когда ты именно вот в такой среде находишься, понимаешь, что ты делаешь таваф, а кто-то во время тавафа у тебя срезает сумочку или залезает твой кошелек. Ты во время джамарата бросаешь камни в шайтана, в надежде попасть к нему побольше, а кто-то в этот момент тебя обворовывает. И ты понимаешь, что шайтан, святое, ну, харрам, и харрам, уази халяль, они вместе ходят в рука об руку. И что шайтан, он может быть и в святых, и рядом с Каабой. И ты понимаешь слова пророка, когда, глядя Каабу, восхищается. Я Кааба Туллах. Как бы не был твой прекрасен запах, как бы не было святое величие, но истинно верующий лучше в глазах Творца, нежели Кааба. И ты понимаешь, что вера, она не в Каабе. Бог не в Каабе, он в твоем сердце, в индивидууме, который формируется вот в этой среде. И у тебя 24 часа искушения, ты можешь находиться в самом святом месте на планете Земля, руками касаться Каабу одной рукой, а другой лезть в кошелек какого-то человека. Ну, это у кого-то, а у вас были какие-то искушения? Вот эти моменты, они очень сильно влияют на сознание человека. Ла-хамдул-ля, Аллах по своей милости меня сохранил в том, что даже несмотря, что какие-то искушения могли быть, но тот стержень, полученный от родителей, те мысли, которые вкладывались, береги честь молоду, как у Пушкина в капитанской дочке, они очень сильно определили. Поэтому я вообще не тратил свое свободное время на какое-то времяпрепровождение. Я все время заучивал Кур'ан, это помогло мне к окончанию института закончить изучение 13-го джуза Кур'ана, это почти половина Кур'ана, многочисленные заучивания хадисов и огромное количество заученных стихов на русском языке персидских поэтов. Конечно, прежде всего, Руми, тот же Александр Сергей Пушкин и другие поэты и восточные, и татарские, и другие поэты. Потом я много заучил наизусть и тратил именно на прочтение книг. Когда я летел в Саудовскую Аравию, я брал с собой чемодан, в котором были только одна рубашка, одна, одна нательная майка и одни брюки. Вторых брюк и второй рубашки у меня никогда не было. Только потом уже в Мекке я перед отъездом купил себе... А как саудовцы к этому относились? Остальное, весь чемодан был заполнен книгами и КЗ. Это та моя частичка конской колбасы, которая связывала меня, татарина, воспитанного на книгах Яна Гумилева, вот с этим татарским с родной земли. И мне этого КЗ хватало на весь учебный год. Каждый день отрезая себе по одному два кусочка. Вот, наверное, то великое искушение, которое было у меня как у студента. А как вам, как ханафиту, было в хамбалистской судье? Было не очень просто, потому что в те 90-е годы саудовский эстемблишмент был не так, как сейчас. Проповеди Абдуррахмана Судейса 90-х годов отличаются от проповеди Абдуррахмана Судейса 2017 года. А чем они отличаются? Отличаются своей риторикой, что если сейчас говорят о том, что все четыре масхаба, это суть суннитских масхабов, все они правильные, что нужно быть масхабником. А раньше это была проповедь на безмасхабничество, что вот есть только один правильный путь. Мы никогда не забудем, когда к нам пришел в качестве лектора Джамиль Зину, известный проповедник, даватчик, чьи книги были распространены, и попытался вот таким некрасивым, на мой взгляд, методом призвать одевать арабское платье. Говорит, кто одевает арабское платье, тому я дам бесплатно вот это мисвак и духи, мазилку, помазаться духами. Объясняет тем, что манташа бахабикамин фагуамингу. Если вы уподобляетесь другому народу, то из них. На что мы российские, советские студенты, которым в рот палец не клади, откованные, всегда задавались вопросом, шейх, а почему же вы имаму Чалмуни одеваете, согласно сунне пророка, одеваете какую-то непонятную колбасу на голову и арабский платок? Это же не традиции пророка, алейхи салям. На что он всегда говорил, что это традиции наши, арабов традиция, а вот наша европейская традиция людей, которые воспитаны в последние столетия именно в этой среде, мы вот одеваем такую одежду, которая нам привычна и соответствует климатическим условиям. Ну и так далее. Есть продолжение этой истории не совсем красивой, которую, наверное, не стоит рассказывать, дабы не посрамить человека. Его посрамил Аллах прямо во время этой лекции, показав вот все, наверное, изгнанку вот этой философии, этой политики, что нельзя вот так выборочно быть ваххабитом, что когда надо, ты сторонник чистого ислама, причистый суннам у тахара, а когда надо, ты выдергиваешь нужные тебе фрагменты и как-то по-другому трактуешь. Поэтому было непросто, ибо это постоянно приезжающие студенты с попыткой разделить студентов по этажам, чтобы мы приверженцы ханафитской традиции, а я все-таки обращаю внимание, я имел уже хорошее образование в ислам, именно на основе ханафитского права, читая прекрасно по-арабски. Я пришел не с нулевым арабским языком, и с первых дней уже был, меня просили быть переводчиком для, во время лекций для оставшихся студентов, для других студентов. И поэтому я всегда был апологетом ханафитского масхаба, постоянно его изучая, не только такие фундаментально известные труды, как Ихтияр, Мухтасар Аль-Кудури, а уже работы с работой Алихидая и Бадая Сина. Вот это фундаментальные работы, по которым я читал, я их переводил, и я на свои деньги, на стипендию приобрел доску школьную, повесил у себя в комнате, где я жил, и собирал всех студентов, и преподавал им ханафитский фиг. Понимаю, что никакого ханафитского фигха в нашей университетской школьной программе не предусмотрено. Но так как я все-таки реалистом уже на тот момент был, понимал, что им придется приехать в русскую, в русскоязычную, татарскую среду, где ханафитский масхаб, и чтобы не было у них проблем с будущими аксакалами, бабаями, с мусульманами, я старался им уже прививать именно ханафитскую традицию в области и акыды, и права. И уже на тот момент с Дамир Зиммеровичем Харидином, мы переводили книгу «Хронология исламской истории», которая сейчас стала одной из фундаментальных работ в области исламской цивилизации и является учебным пособием в наших учебных заведениях. То есть мы время зря не теряли. Мы проводили его в библиотеках, в переводах, в постоянных дискуссиях, в изучениях, проводя такие встречи с студентами, рассуждая с ними на религиозные темы. А я во время учебы создавал учебный план будущего Нижегородского исламского института, прописывая, какие дисциплины надо преподавать, по каким книгам, какие книги нужно еще перевести. То есть это был осознанный труд на благо и во имя будущего нашей мусульманской умы. А как вы относитесь к тому, что сегодняшняя молодежь зачастую хочет уехать учиться либо в Египет, либо в Саудовскую Аравию, либо в какие-либо другие арабские республики? Ну, надо сказать, что, конечно, количество людей значительно сократилось. Думаете? Да, однозначно. Я не думаю, я знаю статистику. Я прекрасно понимаю, какими партиями, группами нас вывозили в 90-е годы в ту же Саудовскую Аравию. Это были сотни людей. И нам снимали не просто аудитории, а целые отдельно стоящие здания общежитий по 4-5 этажей. И возили нас на нескольких автобусах в то или иное учебное заведение. Сейчас это отдельные люди, потому что были многочисленные просьбы со стороны нас, как ректоров, чтобы принимать в эти учебные заведения при наличии тазгия. Не с улицы, а по рекомендации. И есть, конечно, со стороны органов власти, правоохранительных органов соответствующие препоны. Но, несмотря на все это, лично я на всех публичных собраниях выступаю оппонентом тем религиозным деятелям, которые однозначно во все услышание говорят, что нельзя допущать, запретить получение зарубежного образования. Я категорически против. Образование образованию рознь. Да, мы должны готовить туда подготовленных студентов, которые имеют элементарную базу. Это не юнцы 13-14 летнего возраста, которые, например, оказались во время учебы со мной в Саудовской Аравии. То есть, это не окрепшие души людей, которые не имели элементарного среднего образования российской школы. Раз. Во-вторых, конечно, это прежде всего языковые курсы. Невозможно хорошо овладеть арабским или иным языком, если ты не погрузишься в языковую среду этого народа и этой страны. Много преподавателей из-за рубежа уже сейчас преподают и работают в наших российских учебных, мусульманских учебных заведениях. И поэтому здесь, конечно, надо относиться выборочно. Я вообще считаю, что подготовка элиты, подготовка специалистов — это штучный товар. Он не может носить массовый характер. Это вопрос дальнейшего трудоустройства человека. Понимаете, ведь мы за полученные знания должны заплатить закат. И когда доктор шариатских наук, я знаю некоторых докторов шариатских наук, которые работают разгружая товарные вагоны или здесь в России, да, или работают продавцами продуктов, фруктов на рынках фастфуды, сити-фуд в Москве, извините, это вопрос кому? Это вопрос и к нам, как духовным лидерам. Почему мы не позаботились об этой судьбе этого человека? А возможно, этот человек не позаботился о своем закяте, не выплатил закят с полученных знаний. Поэтому здесь это вопрос очень серьезный. Нам нужно не столько количество, а как качество, потому что даже один человек является боевой единицей, который может полностью переформатировать и религиозное образование, и вообще общественную, политическую, научную жизнь в нашей стране. Рок Мухаммад яркий пример. Сахабы яркий пример. Как в одиночку они поднимали фундаментальные проекты, сдвигали, как говорится, горы, осушали болота, потому что у них был сильный иман, сильная вера. Я уверен, что такие яркие личности, они могут преобразить реалии нашей страны. То есть вы за обучение за рубежом? Я за обучение за рубежом, но подходить к этому надо изброчно, как к штучному товару, четко понимая, кого ты готовишь. Понимаете, нельзя готовить всех повально, чтобы все были условно юристами, как в России в свое время, все экономисты подались. Мы должны понимать, да, у нас есть пробелы филологии, у нас нету нормальных докторов филологических наук, условно, или именно шариатских наук, или специалистов по истории. У нас есть некое заведение, мы хотим провести, закончить реформу учебного образовательного процесса в Московском и Стамском институте, чтобы не привлекать сторонних преподавателей, только востоковедов, или столько востоковедов, а чтобы это были свои люди, как, например, Хусейн Фейсханов, человек, который изнутри знал ислам блестяще, на высочайшем уровне, но и был прекрасно знаком с востоковедческой, исламоведческой традицией изнутри и снаружи. Понимаете, это очень важно. Поэтому надо готовить именно таких специалистов, вводя их за руку, занимаясь судьбой. Вот я одного из своих студентов из ПБГУ послал учиться в Рим, в папский университет, где готовят будущих кардиналов, архиепископов римско-католической церкви. Это второй по значимости университет, после университета Григориана, университет Анжеликум. А зачем? И вот наш религиозный деятель из села Белозерия, который совсем недавно гремел, как самое ваххабитское село Российской Федерации, учится среди христианских монахов доминиканского ордена. А как же? Если вы хотите знать христианство, иудаизм, невозможно знать религию, основываясь только на Коране и Сунне. Вы не можете с ними быть их оппонентом. Вы не имеете права их критиковать, если вы не знаете основы этой религии. Как я часто задаюсь вопросом, а кого критикует Бог? Какую троицу Бог критикует в Куране? Потому что христиане говорят во имя Отца, Сына и Святого Духа. Но Куран не говорит про Святой Дух. Куран говорит про во умму Иса, ты взял в качестве богов мать свою, другая и троица. А такую форму троицу исповедовали христиане Яковиты в 7 веке, в раннем периоде Ислама. Именно такой христианкой Яковиткой была жена халифа Муавии, то есть матерью первого, второго амиядского халифа Езида. Просто для справки. Это важно знать изнутри. Потому что ты мусульманин, знаешь исламскую теологию, ты сможешь провести сравнительный анализ, и потом ты как вспомните Ахмад Дидат. Ведь его лекции, его проповеди произвели огромные значения во всем мире. Миллионы людей, тысячи людей приняли Ислам, обрели путь Ислама благодаря лекциям и книгам Ахмада Дидата. Почему? Потому что он глубоко изнутри знал основы христианства. Все слабые места и смог доказать и привить любовь к исламской религии. Поэтому очень важно, если ты хочешь быть профессионалом, ты должен знать суть предмета, будь то экономика, политика, филология или любая другая наука. Только когда мы отойдем от профанации, от непрофессионализма, тогда мы будем готовить высококачественные товары. Тогда наши университеты, институты исламские будут конкурентно способными. А пока у нас больше лозунгов, больше шапка закидательстви, нежели по факту того, что бы хотелось иметь. Вы упомянули Ахмада Дидата, он занимался миссионерской деятельностью, призывом в целом. А какую работу ведет духовное управление на этом же поприще? Очень важный вопрос, потому что вот буквально сегодня я буду принимать участие в работе рождественских чтений. И в работе рождественских чтений предполагается такая конференция, секция по православной миссионерской деятельности среди тюркского населения Российской Федерации. То есть, читай, среди мусульман, прежде всего, среди киргизов, узбеков и тех же татар. И проводят эту секцию модераторы два татарина, Динара Бухарова из села Сафаджа Нижегородской области, принятшей христианство, и модератор Роман Анатольевич Силантьев, всем известный нам великий исламовед в кавычках. Но мы, религиозная организация, никогда агрессивно не занимались ни празелитизмом, ни миссионерской деятельностью, хотя странно, с одной стороны, с точки зрения аятов Кур'ана. Более того, я могу свою практику сказать, когда та или иная русская девушка приходит ко мне принять ислам, после первого разговора я не предлагаю ей сказать ля-иляха-иляха-иляха-мухаммад и поздравить ее, что наконец-то умма обрела очередную мусульманку. Я просто испытываю ее огромным испытанием. Вот я вручаю книгу, говорю, девушка, вот когда вы осознанно изучите и будете готовы, я готов принять вашу шахаду. Конечно, я, как правило, понимаю, что такие люди находят другого имама, который с удовольствием чуть ли не в ногах идя на работу, готов сразу же и никак прочитать и ислам принять, я отношусь очень ответственно. Богу нужны верующие, которые осознанно пришли к нему, а не по каким-либо вот таким псевдопричинам. Поэтому я считаю, что миссионерство это та вещь, которую нужно вести вдумчиво. Если к тебе пришел человек, вот я помню одного христианина, который пришел, я с ним начал рассуждать об исламе, что ислам это смирение, ислам это терпение. Он задался вопросом, а тогда какая разница ислама и христианства? Я-то думал, говорят, в исламе у вас все нормально. Украл, отрубили руку. Про людей они сделал, палками, камнями закидали. Вот это настоящая религия, таких бородатых мужчин, жесткая, сердезная, джентльменов. Короче, в свои дни этот человек закончил в организации Эдуарда Лимонова. Он искал не Бога, он искал черствость, которому могла бы утолить его внутренние чувства, вот такой строгости, такого мужского, брутального, где рубит. Я говорю, что шариат не построен на основе того, чтобы зарубить, закидать, уничтожить, а наоборот оправдать человека на эти сотни, тысячи причин, на милосердии построенной суть ислама. Одну говорят, а тогда какая разница между христианством и вами, по сути дела. И очень важно, чтобы вот эта миссия, ведь давайте честно говорить, мы же не можем выйти за рамки нашей мечети. Мы сидим в храмах, в мечетях, около ящика, присваренными, приваренными к ним, не желая покинуть их даже во время обеденного или иного перерыва, чтобы не прерывать толпу страждущих, желающих поделиться своими садака. А ведь надо идти в народ, надо идти в массы. Мы не можем предъявить человеку, что он не знает что-либо, об исламе, не задав себе вопрос, а что сделал ты для того, чтобы он узнал о Боге, узнал об исламе. Да по большому счету ничего. Ты даже у себя в инстаграме, в фейсбуке больше всего рассказываешь о своих спортивных или иных достижениях, нежели выкладываешь аят или хадис, или призывая на путь Аллаха каким-то наручительным, созидательным примером. Ты даже в этом не являешься для них примером. Поэтому очень огромный труд, прежде чем окормлять кого-то, начни со своих родственников, как пророк говорил. Держите пост. Сначала призовите свою жену, своих детей, соседей по подъездной клетке, лестнице, потом дальше. А мы сразу хотим глобальный джихад, обратить всех христиан, гяуров, кяфиров в ислам и забывая, что Аллах ведет по прямому пути. Мы лишь только инструментарий в его руках. Хазрат, согласитесь, одно дело частный случай, когда человек призывает свою семью, а другое дело все-таки духовное управление целое. У нее задачи, наверное, более масштабные. Однозначно. Духовное управление задачи масштабные, чтобы все институты работали для одной важной цели. Литакуна калиматуллахи гиаля улья. Чтобы имя Божье было превыше всего. Это по этому и средству массовой информации, это и частные случаи. Но, главный, поймите, главный пример, это личный пример. Но, когда мусульманина видят опрятного, чистого, когда он, ты идешь, русский человек на рынке, тебя не обманывают, когда в метро... А мусульмане обманывают? Обманывают. Обманывают. Прежде всего, обманывают, к сожалению. Я часто таких примеров нахожу. И грязные, нечистые. Я никогда не забуду одну из своих последних пятничных проповедей в Санкт-Петербурге, которую я посвятил бранной речи, что мусульманин не может из его рта выходить дурная и бранная речь. Мне заказали такси, приехал такси, я у таксиста, мусульманского таксиста, давно уже не слышал столько кабахат разговоров из неприятных слов. Я оставил свой комментарий, что если кто-то в Санкт-Петербурге любитель матерной речи, вот может воспользоваться услугами этого таксиста. А в целом, я рекомендую уволить, не рекомендовать этого человека. Это неприятно. Хотя я человеку сделал свое замечание, что мусульманин не может себя так вести, ибо тебя оценивают не только, тебя оценивают все. И потом говорят, ну вот мусульмане, грязные, хулиганы, бандиты, воруют, насилуют. Хотя, аль-хамдул-ля, среди мусульман очень много довопорядочных, прекрасных людей. Но когда ты живешь, будучи мигрантом не в своей стране, тебе добрые часто забывают, что ты каждый день ходишь по очищенным дорогам, работают макдональдсы, общепиты, тебя возят машины, ты это забываешь. И все время вспоминаешь только негативное. Поэтому мы должны еще больше стараться, чтобы своим личным примером показать, что ислам это прежде всего смирение, чистота и красота. Хазрат, вы упомянули роман Силантьева. Относительно ваших убеждений ходят разные слухи. Кто-то называет вас ваххабитом, кто-то традиционным мусульманом. Как вы вообще относитесь к этим понятиям? И вообще какие у вас убеждения на самом деле? За 25 моих лет, каждый раз переходя из одного учебного заведения, я постоянно получаю какой-то лякап или какое-то вот такое обозначение моей идеологии. Там называли, в Саудской Аравии называли меня КГБшником, что я работаю на КГБ. Ну, были такие люди, которые пытались сказать, что я представляю КГБ, якобы слежу за студентами. По приезду из Саудской Аравии кто-то считал, что я ваххабитом стал. Хотя, все люди, которые меня прекрасно знают из моего окружения, они скажут, что я всегда оставался до мозга, до костей упертым ханафитом, апологетом ханафитского масхаба. Не просто читающим эти книги и не просто практикующим намаз согласно нормам ханафитского масхаба. Намаз, пост или другие нормативные акты согласно ханафитскому масхабу. И причем всегда отдавая предпочтение не двум шейхам Абу-Юссуфу или Мухаммаду-Шайбане, а именно благодаря работе Аль-Касани Бадая-Суная, он был апологетом именно Абу-Ханифа, давая постоянную оценку, что сказали ранние и поздние ханафиты, Балхи-Кархи, Абу-Ляйси и другие, всегда говорил Абу-Ханифа всегда прав. У него всегда Абу-Ханифа был прав, ходжа в доводах и так далее. Вот я всегда был апологетом Абу-Ханифа. И остаюсь, и студенты нашего Московско-Исламского института знают, я говорю, ребята, если во время джума, во время пятничной намаза, во время пятикратного намаза, вообще во время нашей жизнедельности вы нарушаете устав нашего института, я предлагаю вам найти другие учебные заведения. У нас их очень много. Вы в частном порядке дома можете читать намаз как вам угодно, согласно вашему убеждению, но в публичном пространстве, дабы не создать фитну, который ашаддаминалькатль, согласно аяту Кур'ана, вы не должны создавать искушение, ибо я на практике знаю, как религиозные заведения, мадраса в Ашкортостане и в институте в Саудовской Аравии, не соблюдая вот этот важный принцип, полностью развалились такие фундаментальные понятия, как ухуа, братство, любовь, уважение, терпение, потому что люди разделились по масхабам течениям, и вот это соревнование, что мой масхаб самый правильный, ведь это заканчивалось чем? Ты ханафит, я за тобой намаз не читаю. Почему? Потому что намаз по Абу Ханифи Аллах не примет, ибо вы фатиху не считаете рукным, фардом, а мы вам салям не даем. Почему? Да потому что вы ханафиты. Вот это я слышал своими ушами в течение многих-многих лет. Поэтому я всегда оставался и остаюсь именно сторонником именно фикхи ханафитской акыды. Что касается акыды, вы знаете, я в этом плане не могу однозначно сказать, что я разделяю позицию мутакаллимов. Моя акыда это акыда, прежде всего, который формировался на работах имама Абу Ханифы и имама Тахави. Это вот два фундаментальных труда. Потому что Аль-Матуриди и уже более поздние мутакаллимы, я прекрасно, как ученые, понимаю, вообще, почему Аль-Матуриди возник как таковой в халифате, какая его польза, благо для уммы. Но, следуя, например, уже таким обновленцам нашей религии, Аль-Марджане, Резефа Хардину, Мусы-Бегиеве, Мусы-Бегиеве, которые критиковали Аль-Матуриди, те доводы, которые доходчиво рассказывает Абу-Ханиф о своих трудах или в трудах, которые ему приписывают имам Тахави, они гораздо проще для ауама, для обыкновенного человека. Ум и построение имама Аль-Матуриди может понять только профессиональный философ. Но Акыль же не может делиться, Хазрат, на каких-то избранных людей, на простых людей. Акыль же не может делиться, но надо понимать, что большинство людей даже выговорит слово Аль-Матуриди правильно не могут. Не то, что никогда не читали Китабу Тавхид и вряд ли прочитают. И даже те, которые будут пытаться читать, если у них нету профессионального подготовительного образования, не на уровне воскресной школы и среднего медресе, а профессионального, они не смогут осмыслить, проглотить книгу имама Аль-Матуриди, в отличие от книг имама Абу-Ханифа. Они простые, ибо это вопрос-ответ, его убеждение. Тот же имам Тахави очень четко объясняет основные базовые принципы в области Ахиды. Поэтому вот эти вероубеждения, я его всячески расставляю и поддерживаю. Вы в целом считаете, философия, она оставила хороший след на исламских убеждениях? Я считаю, что великая беда, когда Аль-Газали написал свою работу о прорежении философов, и по сути дела кто-то считает, что именно с периода имам Газали исламский ум впал в такую вспячку, в такую деградацию, когда бабы и чтихад были закрыты. Кто-то приписывает это монголам после взятия в 1258 году Багдада и уничтожения значительной прослойки улемов, богословов. Конечно, то, что философия, как дисциплина, наука в халифате, в исламской среде перестала осмысляться, развиваться, хотя мы понимаем, что после Аль-Газали был тот же Ибн Рушт. Мы понимаем, что, хотим мы того или нет, был Ибн Халдун, которого можно отчасти назвать социологом, историком и тем же философом. Были выдающиеся личности, да и того же Газали, если прочитать определение исламоведов, его часто пишут не просто теолог, а философ, ибо их методология, так же, как, например, методология Ибн Таймия, она же была той же методологией, которой пользовались мутазелиты, то есть мутакеллимы, и те же философы, ибо тому же Ибн Таймия, все эти инструментарии были прекрасно известны. Ибо они ему были известны, почему? Он с ним вел дискуты. Себя можешь не причислять к ним, но уже заимствуя их инструментариями, ты таким становишься по факту, даже если ты это не признаешь по сути. Вы считаете, что на Ибн Таймия оставил огромный след Эль Мулькаля, Мантак и все другие вот эти инструментальные науки, которые изучают? По крайней мере, Ибн Таймия попытался переосмыслить роль значения Сунны, роль значения Эль Мулькалям и вообще Тасауфа. Ведь очень много серьезных, фундаментальных исследований считают, что Ибн Таймия был а-ля Тарика, Суфия. Конечно. Да вы что? Естественно, кто профессионально занимается Ибн Таймия, знает многие его работы. Не избрачные работы, которые преподносятся. Например, для меня было важным открытием последняя прижизненная работа Ибн Таймия какая? Опровержение конечности ада. Фана-ан-нар. Фана-ан-нар. На что имам Суюти и позже Осубаки написал опровержение работы Ибн Таймия, но Ибн Каим, как главный основной ученик, в трех работах эту тему осмыслил, и если в первых работах колебался, а в последней работе окончательно пришел именно к понятию фана-ан-нар. Ну уж обвинить классика традиционалиста Ибн Таймия, что он плохо знал хадисы, Коран и вообще всю эту мусульманскую базу это последний прижизненный пример. В исламской среде со времен Джахмитов была такая мысль богословская, теологическая, философская, что и рай не вечен, и ад не вечен. В дальнейшем она переформатировалась только в одно такое направление конечностей ада. Например, одним из ранних, кто об этом заговорил, был Ибн Араби. Только Ибн Араби считал, что закончится азаб, производя из глагола азуба азаб не только слово мучение и наказание, но и сладость наслаждения. Считая, что люди после того, как своеобразную порцию за свои грехи получат наказание, их азаб превратится в наслаждение, то есть нахождение в Джаханнами превратится в наслаждение. А Ибн Араби для вас не сомнительная личность? Нет, конечно, величайшая личность, величайшая, с которым нужно относиться с огромным пиететом, уважением. Многие люди, которые то или иное о личности Ибн Араби говорят, есть только попугаи, которые слышал звон, не зная, где он. Вообще нельзя в принципе не то, что критиковать, рассуждать о работах человека, если ты их не читал. Я скажу более честно, нельзя в принципе рассуждать о работах человека, если ты их все не прочитал. Потому что одна последняя прижизненная работа Ибн Аймия со всей его строгостью в принципе переворачивает все. И когда многим салафитам, для которых Ибн Аймия икона, ты задаешь этот каверзный вопрос, я просто знаю, как они пытаются на него ответить, потому что была одна докторская диссертация именно по работе Ибн Аймия. Ну что, во-первых, это приписанные слова Ибн Аймия, что он них отрекся, что он, это только одно из его предположений, самое мягкое, что это только одно из предположений, а Аллаху Алям на самом деле ответ. Но для меня всегда был факт, что если по Ибн Аймии и вполне и можно вот так двояко сказать, что да, ибо известно, что к этому вопросу его подстег, подвиг Ибн Каим, когда пришел и задал ему вопрос фананар, на что Ибн Аймия сказал поистине это очень серьезный фундаментальный вопрос и на некоторое время, на несколько лет ушел в его изучение. И только после изучения написал вот эту свою работу о конечности ада. Но Ибн Каиме ее серьезно осмысленно изучил и в трех своих работах поднял. Поэтому я отвечаю как Резаф Ахрадин. Когда в России была издана работа Муса Бегиева, нашего реформатора, турецкий муфти из Стамбула Мустафа Сабри издал фетву. По сути дела выведя Муса Бегиева из лона ислама и запретив продавать его книги. И в татарской мусульманской среде вот такое бурное обсуждение было. Несмотря на это Резаф Ахрадин пошел по хитрому пути. Он дает перевод Хадиль Аруах работы, кусочка из работы Ибн Каима, который как раз и говорит Афана Анар. С одной стороны он пытается вывести из-под удара Муса Бегиева, сказав, что это не его эксклюзивные открытия. Оно было уже известно предшественникам 13 столетия, как минимум. Об этом писали. И в предисловии пишут, что вот прежде чем сотрясать воздух, сначала изучите тему. Совсем недавно вы критиковали русские школы, считая, что это Ташбих, Ташабух, Белькуфар, а теперь всех своих детей отправили на обучение в эти русские школы. Как бы завтра вам не придется сожалеть о сказанных словах. И дальше он говорит, я считаю, что эта тема, изучение ее, исследование, будет одной из самых фундаментальных в ближайшие годы. Но вернемся к Иван Араби. Вернемся к Иван Араби. Все-таки не сомнительная личность. Нет, для кого-то сомнительная. Но то, что ему выносили такфиры множество ученых, а шаритов, мудрия... А разве не в тюрьме он скончался? А разве Абу Ханифа не в тюрьме по сути дела скончался? Абу Ханифа святая святых, Ахмад Ханбал. Понимаете, исламская умма она всегда многолика. Что такое Акыда в исламской умме? Акыда это то, что разделяет действующие светские власти. Мамун разделял убеждения хадеритов и мутазелитов. Значит, был халькуль-кур'ан и вся элита молчала и говорила да, Куран сотворен. И поэтому ханафитских правоведов когда доберешь, по фикху они в большинстве своем ханафиты, а в Акыде они в большинстве своем мутазелиты. Так, для справки, для не знающих людей пока работы в матруди, не стали более, не победили и не вытолкнули мутазелитов. Но пока три халифа поддерживали мутазелитскую доктрину, она была государство образующей идеологией. А потом со времен уже следующего халифа другая Акыда. О фатимитском государстве творилось что? А что такое фатимитское государство? Это же не крошечный город Каир. Это от Аль-Магриба, от Марокко океана, включая всю Северную Африку, Сирию, значительная часть мусульманского мира находилась в лоне какой Акыды? Исмаилитов. Асмаилиты вообще это не просто шииты. В глазах шиитов это не шииты, это не канонические масхап, это за рамки ислама в их понимании. А ничего, что целые уммы на протяжении столетий находилась в этой Акыде. Поэтому кому-то салафи не нравится, кто-то тасауф не принимает, кто-то другие формы ханафитский масхап не принимает. Поэтому я считаю, что задача мусульманина собирать это, изучать и помнить главные выводы. Аллах соберет нас. И в чем вы разногластвовали, он скажет правильные ответы. Любой, кто сделает ичтихат, как пророк говорит, даже если он был неверен, получит награду. Если он был правилен, получит двойное. Ибн Араби, Ибн Тайми, как любой великий ученый, совершали ичтихат. И поэтому его заслуга огромна. В конце концов, на работах Ибн Араби выросла плеяда блестящих ученых-богословов. Извините меня, мы восторгаемся поэзией Руми. Аразии Руми не идейные последователи Ибн Араби. Огромные суфитские и суфитские тарикаты вышли от Ибн Араби. Кому-то Абумансуль Халлач не нравится, кому-то Джунайт, кому-то Абумустам Байазид не нравится за какое-то или иное выражение. Мы можем у каждого ученого найти какую-то фразу, слово, которое, в принципе, может поставить его за рамки вот этой тонкой такой нити, линии выхода или входа в исламе. Мы же помним, как Абуханиф при жизни обвиняли в шиизме, что он чуть ли не скрытый шиит, он мурджиит, он мульхид, вообще атеист, безбожник. Абуханиф пережил все и оставил самое богатое наследие, что большинство мусульман мира приверженцы ханафитского масхаба. Это Аллах не может собрать умму алят-баляля. Если он собрал умму на ханафитском масхабе, это еще раз подчеркивает, что этот масхаб самый правильный. Короче говоря, вы за мультимировоззренческую позицию. Однозначно, я за профессионализм, что если вы хотите полемику, то как Аллах говорил, Если ты говоришь с умным, мудрым человеком, говори языком хикмы, философским языком. Если попроще, на пальцы объясни ему, туда не ходи, снег, глава упадет, сюда ходи. Это хорошо, это плохо. Как Аллах в Коране говорит, Если к тебе обращаются невежды, необразованные люди, скажи им салям. И поэтому очень четко просматривается в работах Ибн Аль-Газали, например, и других авторов. Есть Аллам, есть Хавас. Абу-Ханифа Аль-Газали постоянно говорит, есть вещи, о которых я могу только намеками, штрихами тебе обозначить полет твоей мысли, но об этом слух публично нельзя говорить. Они четко понимают, что есть трудовые массы, которые с киркой в поле работают 2-4 часа в сутки, которым надо сказать, где Аллах? И показать на небе. Да? Так же, как, например, философы в вопросах антропоморфизма были на стороне салафитов. Считай, что невозможно бестелесного бога представлять. Наоборот, бога надо представлять, придавая ему некие антропоморфные черты. Ибо обыкновенные... Понятно. В любом случае они употребляют те термины, которые обыкновенный человек помещает в рамках своего разумения, что у него есть руки, у него есть палец, он садится на трон так, что трон трещит под ним, и сандали то он одевает. Извините, это же все есть в хадисах предания. Это все элементы антропоморфизма, что бог спускается с небес на такое-то небо. Он приходит и так далее. Поэтому эти моменты есть. Например, философы были на стороне именно вот такого комментария Кур'ана. Хотя, например, понятно, для обыкновенного простого человека физ-сама. Ну да, что-то это что-то возвышенное, благое, ибо все благое. А если ты поймешь, что земля, шар, это просто один из маленьких шариков на фоне Сатурна, на фоне галактики, это вообще ничего. Если ты говоришь, что Джиханам где-то там внутри, ну когда ты землю продырявишь, ты выйдешь просто на другое полушарие земного шара. Тогда спрашивается, где Джиханам находится. Он в эпицентре земной коры, а где рай находится, если космические корабли выходят за пределы земного шара и браздят в раздоры вселенной галактики. Вот эти вопросы, которые Ауам по-своему поймет, Хавас по-своему поймет. Но современные средства коммуникации заставляют нас постоянно это осмыслять и переосмыслять. И последний вопрос, Хадрат, ответьте кратко. Адвичин все-таки или нет? Я хотел сказать, как Ряза Фахреддин, что знание об этом только у Всевышнего Творца. Например, я, конечно, склоняюсь к доводам Ибн Каима, Ибн Таима, Ибн Таиме, что когда есть больше надежды, у людей наказание в аду будет вечно. Вот эти аяты Кур'ана, их не опровергает и не подвергает сомнению ни Ибн Каима, ни Ибн Таима, ни Муса Абегиев, ни другие авторы, апологеты этой теории. Но они, используя иные аяты Кур'ана, которые предполагают иститна, что Аллах в вопросах ваад, ваид, свое обещание, он непременно, что касается обещания доброго, исполняет, а что касается обещания злого, негативного, имеет право изменить свое решение. И они вот считают, что Господь в конечном итоге простит, но невозможно представить ар-рахману р-рахим, милостливого, милосердного, который накажет человека за его 50-60 лет земной жизни в совершении какого-либо самого дурного поступка, ибо Господь справедливый. О какой же справедливости можно говорить, если за 50 лет грехов ты получаешь вечное наказание, уже неравнозначное, уже несправедливо. Но за грехи же не будет вечных наказаний, а за роду именно за убеждение. Да, мы говорим с вами за опроверующих вообще мусульман, разделяя, как тот же Аймам Аль-Газали свои прекрасные работы, Тафрик Фаслибайна, Тафрика Куфра Валь-Имана разделил, что есть понятие верующие, которые дахват не слышали, и вообще дает шанс им всем на спасение, кто не слышал дахват нашей религии. Поэтому это из тех вопросов, которые в принципе не нужно обсуждать в такой бытовой поседневном вопросе. Это вопрос нужно обсуждать с теми людьми, которые созрели в своем духовном развитии для чего-то более глобального, серьезного, фундаментального. Нельзя из класса А перепрыгнуть в класс Я. Поэтому для Ауама я отвечаю просто Аллах Алям. Для Хавас, которые хотят знать подробности, я расскажу им о воззрении и оппонентов, и тот, кто был против. Поэтому сейчас мы готовим фундаментальную работу, в которой мы собираем за и против, чтобы мусульмане могли ознакомиться все, кто говорили за и все, кто им говорили против и выносили такферы. Чтобы мы, как мусульмане, у нас не осталось ни одного белого пятна, который мы не изучили. Ибо ислам мы должны осмыслять постоянно. А кто готовит эту работу? Эту работу готовит группа ученых под моей редакцией с привлечением большого количества переводчиков, редакторов, авторов, большой коллектив Московского Исламского Института. А в конце этой книги вы будете принимать эту позицию? Нет, я постараюсь именно соответствовать вот тому стандарту, который задал Резаф Ахреддин. Скорее всего, приведя именно его слова и его позицию в качестве главной позиции. Я считаю, Резаф Ахреддин был умнейшим, образованнейшим человеком. И я, как публичный человек, официальное лицо, не имею морального права в вопросах, которые имеют сомнения у большинства уммы сказать ту или иную точку зрения. Как исследователей науки я могу обозначить вектор к осмыслению, но не сказать это в публичном пространстве. Как имам Аль-Газали, могут сказать, тебе на ухо, я скажу для тебя или обозначу контуры, а публично нет, ибо это будет альфитна, альфитна, ашандуминалькатль. Это сотрясет уставы религии, сотрясет уставы того, к чему готовили сотни сотни лет нашу мусульманскую умму. Если мы что-то и хотим преобразить, это должно происходить эволюционно. Ума сама ко многим этим вопросам придет. Также сейчас же никто не пользуется во время стинжа камушками в нашей стране. И он кого в голове не приходит. Например, мы же не содержим рабов, хотя теме рабов Куран посвящает значительное место. Вам аммалякатаймануком. Постоянно Аллах говорит, ну сейчас же никто не озадачен вопрос, где бы нам взять очередного раба, чтобы он поправлял нам утром кровать и готовил нам завтрак. Само собой это рассосалось, ушло из повестки дня. И многие иные вопросы перестанут быть актуальными, потому что время будет диктовать совершенно иные требования и вопросы. И пути их решения. И это был Дамир Мухеддинов. Спасибо. Саляму алейкум. Продолжение следует...